Ребят, всем привет! Всех с первым днем зимы! Наконец-то у нас уже даже в Днепропетровске пошел первый снег, первый день у нас сегодня 21 декабря 2021 года наконец-то пошел снежок погода не может радовать дети увидят хотя бы вот этот снег, который есть сейчас это уже редкость и пока сбивал я рамки пришла ко мне такая идея после видео о промышленном пчеловодстве после множественных отзывов пришла идея снять такое видео являются ли пчеловоды между собой конкурентами конкурируем ли мы между друг другом ну вот подумайте сами конечно же конкурируем мы выезжаем на поля начинаются вот эти новички которые накупают кучу пчелопакетов выезжают огромные пасеки и просто понапросто негде стать ну конечно же это была шутка это была шутка давайте разберем сейчас более подробно захотелось на эту тему поговорить оставьте в своих комментариях конкурируем ли мы между собой то есть мы пчеловоды которые производят мед содержат пасеки маленькие, большие неважно есть ли у нас между собой конкуренция зашел я в помещение здесь сбиваю рамки здесь немножечко теплее и здесь обсудим этот вопрос пока работал как бы подумал почему бы не обсудить такую тему потому как очень много пчеловодов все-таки они как говорят одноосидники будет по-украински то есть люди более закрытые они как бы не хотят делиться своим опытом и считают всех кто вокруг даже в том числе новичков и соседей пчеловодов что они между собой конкурируют что это мол пасека принесет меньше меда и так далее и далее не хотят делиться своим опытом скрывают все ну и в общем-то вот такая вот реальность давайте разберем хочу разобрать вот по своему пчеловодству то есть я могу говорить только за себя делиться своим опытом по моим случаям вот допустим данный участок на котором я снимал видео несколько лет назад у меня здесь стояло в районе 150 пчелосемей это был конец апреля начало мая месяца шел взяток с рапса вокруг было в районе 400 гектар рапса и на расстоянии примерно где-то 2 километра у меня тут идут массивы акации значит возьму по тому году у меня на участке стояло в районе 150 у соседей там 20 там 30 там 80 и все где-то примерно на расстоянии ну так метров 500 300 друг от друга мы стоим то есть в суммарном количестве наверное в районе 400 семей стояло в радиусе километр здесь у нас по частному сектору значит что произошло по тому году семьи вышли у меня хорошие все семьи дали в среднем по 10 килограмм рапса скажу так я даже когда и выезжал только своими семьями там было и в районе 100 семей все равно в среднем получалось 10 килограмм рапса то есть уменьшения медосборья я не увидел следующее значит на расстоянии 2 километра как я сказал находилась акация рапс прошел откачали рапс поставили магазин и вернули и буквально за 2-3 дня был активный лед небо было укрыто все пчелой в общем темно было практически да закрывали они солнечные лучи соседи немного жаловались значит в течение 2-3 дней опять таки принос в районе 10 килограмм акации я взял в тот год с этих пчелосемей то есть к чему я веду если многие из пчеловодов считают что вот массив допустим 100-200 гектар поставил кто-то пасеку и я туда не могу выехать это абсолютный бред нельзя конечно на одном тачке нагромождать там 200 и более семей тогда конечно же упадет медосбор но если допустим планировать вот здесь стали вы а ваш там знакомый или односельчанин или компаньон стал в полтора километра от вас то есть в конце этого поля там еще есть какое-то поле мы так становились в общем то это на медосборе не отражается опыляемость там идет хорошая и плюс мы конечно же друг другу помогаем сегодня не смог я завтра не смог он то есть мы видим кто ездит по пасекам можем следить за тем кто-то заезжал не выезжал пытаются утянуть улей не пытаются то есть наоборот мы друг другу помогаем то есть в плане посевов нет никакой конкуренции это вина самого пчеловода когда пчеловод допустим тяжким путем куда-то выносит вытягивает эти улики их прячет и потом оказывается у меня такое тоже было то есть мы поставили пасеку все нормально через три дня в кушерях в посадке находим еще 80 семей там буквально в 300 метрах от нас конечно в таком случае да в таком случае это плохо когда пасеки стоят рядом и уменьшается медосбор а в принципе я же говорю если делиться информацией если сотрудничать не конкурировать с друг другом открыто показывать где стоят пасеки друг другу помогать это даже прекрасно так проще кочевать и охранять пасеки второй вариант это когда дедушки уже с хорошим опытом или более бывалые пчеловоды не делятся своим опытом с начинающими я тоже в этом ничего хорошего не вижу надо наоборот сотрудничать не делитесь опытом с начинающими у начинающих начинаются проблемы появляются болезни в пчелосемьях развивается клещ и опять таки если ваши пасеки находятся рядом вы приносите друг другу убыток то есть они перезаражаются и у соседа больные пчелы и у начинающего которым вы ничего не подсказали и ваша пасека перезаразилась от соседа то есть сотрудничество общий диалог общение деление опытом оно надо чтобы пчеловод который начинающий не допустил таких проблем я считаю как бы здесь вопрос не в конкуренции здесь вопрос в сотрудничестве и во взаимопомощи и нужно делиться с начинающими или высказывать свою точку зрения где то подсказывать допустим чтобы не разбомбили допустим ваши пчелы его пасеку чтобы он там вовремя сократил литки потому что возможно у него просили семьи возможно там проблемы может быть человек слабо разбирается в пчелах и там же ваши пчелы же заразятся болезнями и вы поимеете проблемы на своей пасеке следующий вопрос являемся ли мы конкурентами между собой по меду ну в принципе так как Украина это больше страна которая экспортирует мед основная масса пчеловодов работает на экспорт я вот честно скажу я даже в розницу очень мало продаю меда да то как бы между собой не являемся мы конкурентами если у нас хорошие медосборы пососедствуют нам проще конечно же позвать к себе машину скооперироваться чтобы наш мед забрали дороже то есть и в этом плане у нас нет никакой конкуренции следующая очень неприятная вещь которая очень часто по ютубу по соц сетям идет это конкуренция между пакетными пчеловодами и между пчеловодами которые работают на мед вот здесь тоже на мой взгляд нет никакой конкуренции как бы люди там для одного дорого купить пакет для второго дешево продать обсуждаются все эти темы но все оно взаимосвязано есть хорошая цена на мед есть спрос есть цена на пчелопакеты и как бы никуда мы не денемся бывают периоды когда пасеки погибают и их нужно перезагружать теми же самыми пчелопакетами понятно что если хороший спрос то цена будет выше и понятно же в те же года когда все нормально и цена допустим это не нормально на мед маленькая то пакеты никому не нужны и здесь наоборот у людей проблема им можно только посочувствовать так как Россия у нас прикрыта вывоза на Россию пчелопакета очень мало и тут есть проблемы не вижу я в этом абсолютно никакой конкуренции вижу наоборот должны быть как бы дружеские отношения взаимопомощь какие-то контакты где-то делиться куда можно тех пчел продать и в тот же момент люди вам подскажут где их можно купить когда упаси боже у вас будет проблема и придется перезагружать пасеку для того чтобы восстановить для того чтобы не пропали рамки суши для того чтобы не прошел сезон впустую также вот допустим что касаемо тех же самых пчеломаток пчелопакетов не вижу смысла не делиться с пчеловодами которые рядом где вы взяли хороший материал пчеломаток где вы взяли хорошие пакеты чтобы ваши соседи не притянули как я уже сегодня сказал какие-то больные пчелопакеты не притянули каких-то сверхроевых маток трутни от которых на следующий год или сверхагрессивных покроют ваших же пчел рядом же штрутовый фон и у вас будут с этим проблемы то есть я на мой взгляд считаю что всегда нужно делиться информацией и друг другу помогать и это принесет только позитивные результаты если в дальнейшем еще и получится совместно выезжать на качелку даже пускай это большие пасеки и вот допустим со мной рядом по соседству никто не хочет становиться потому что сколько я не предлагаю не хотят много пчел стоит на одном течке но тем не менее мы знаем где кто стоит и на каком-то расстоянии можно спокойно ставить пчел и даже друг другу помогать когда-то в непогоду допустим я не могу заехать или кто-то не может заехать там где-то сторож и так бы как бы друг между другом мы общаемся и друг другу помогаем вижу в этом только плюсы а теперь вот более конкретно наведу с примерами вот мои жизненные случаи почему я говорю что мы не конкуренты а надо сотрудничать друг с другом есть у меня друг Геннадий Смарганца гений привет он звонит мне пчеловод и спрашивает хочу пакеты хочу пакеты бакфаста я с ним разговариваю да там можно пакеты и в конце концов он говорит мне нужен пакет на 145 рамку я 145 рамка не занимаюсь у меня на 145 рамке зимой только нуклеусы вспоминаю про Гену есть Гена допустим отправил человека Геннадий Гена держит на 145 рамке Гена доволен человек доволен и я в принципе человеку сделал добро все как бы в порядке еще такие же случаи вот допустим с кумом в прошлом году я снимал видео по распродаже попадаем на распродажу да и там же рамки ну то есть хочу я себе взять рамки он себе завел пасеку прекрасно он берет себе свои у него к счастью рута 230 я беру себе свои у меня 300 рамка гнездовая то есть никаких вопросов что еще такое из примеров ну вот из примеров допустим в прошлом году я ездил за пчелопакетами я брал себе пчелопакеты и есть у меня товарищ Влад допустим Владу привет ну и вот Влад брал себе пчелопакеты там большая пасека это западная Украина там 800 пчелосемей половина пасеки там карника хотел и я вместе с ним взять карнику он ее нахваливал хорошая карника говорю дай телефон тянет 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 новый год нет в общем ближе к весне он дает телефон я звоню человеку да человек говорит ну ты понимаешь так и так вот извини у вас очень большое количество получается у меня есть постоянные клиенты я не могу глупость глупость конечно же поехал в финале Влад взял себе 100 пчелопакетов так как это выглядит дороже а могли бы совершенно наоборот могли бы допустим скопироваться вместе сделать хороший заказ еще до нового года было бы дешевле человек бы с радостью продал и все было бы отлично ну как бы зла я не держу ну вот допустим в моем случае конечно если ко мне обратиться человеке я допустим вот буду продавать в этом году пчелопакеты в 2022 если ему нужно 200 пчелопакетов то конечно есть смысл сбросить цену и одному человеку отдать это не будет вот этого геморроя по 4 по 10 пакетов потихонечку продавать это все время это все сложности то есть нужно кооперировать и друг друга понимать и тогда как бы никаких проблем не будет и мы не будем друг другу никакими конкурентами как когда-то звонил у меня один из моих подписчиков и сказал очень хорошую пословицу говорит мать ему всегда говорила лучше с умным сделать нежели с дураком найти и это действительно так с умным ты сделаешь ты это будешь ценить ты будешь не пользоваться с дураком если ты найдешь так же самое ты его глупо и потеряешь поэтому я советую всем включайте свои мозги поступайте умно мы не являемся друг другу конкурентами всегда есть выходы всегда можно договориться и все будет супер вот еще один пример вспомнил кстати по качевке допустим стоим у нас стоит пасека 250 пчелосемей стоим на поздном подсолнечнике приезжает парень костюм переговорили я говорю становись где здесь становиться уже все медосборы и так ниже из-за такого количества переговорили он стал с другой стороны поля в полтора километра от меня и получается за моей пасекой еще поле есть и за его пасекой то есть мы друг другу не мешаем и прекрасно стал ему повезло кто то буквально через 3 дня не заметил его пасеку и стал в 50 метрах от него ну то есть вот я вот так вот Вот говорю, надо сотрудничать. И люди, которые приехали, были недовольны, так как очень много пчел стояло. И он был недоволен. Хотя можно было включить мозги. Я же говорю, всегда можно договориться, никакой конкуренции. И нормально, хорошо стать, и наоборот, друг другу помогать. Так что, ребята, заканчивайте эти дедовские подходы. Со времен Советского Союза все очень сильно поменялось. Массивы стали намного больше. Воровство тоже стало намного больше тех же самых пчел и пасек. Вот, конкуренция стала больше, конечно же, но она немножечко отличается. Если раньше продавали по банкам, то сейчас мы все сдаем оптом. Не вижу никакого смысла скрывать информацию, не делиться ней. По-моему, это прекрасно, когда у ваших соседей здоровые пасеки, все на них хорошо. И когда вы общаетесь открыто и друг другу помогаете. Опять-таки, та же самая, как бы, мнимая конкуренция. Ну, я считаю, что это люди малого развития, которые, допустим, скрывают информацию. Когда скрывают информацию, где я купил там, где я купил рамки, где я купил там ульи, где я купил там пчелоприцепы. Это прекрасно, когда ваши соседи, которые рядом развиваются, когда вы с ними общаетесь, в жизни всякое бывает. Где-то, возможно, будут у кого-то проблемы. То есть, проблемы при погрузке, может быть, человек вам поможет. Может быть, при перевозке поможет. Опять-таки, то же самое оборудование, допустим, когда можете кооперироваться с ним, покупать оборудование, это будет проще. Вот, допустим, я с друзьями собираюсь покупать парогенератор, мы заказываем сразу несколько со скидкой. То есть, это прекрасно, когда мы делимся опытом, кооперируемся, общаемся и не имеем проблем. И те же самые, вот, допустим, взять такие потравы, да, которые проходят на территории, часто весной травят. Если мы не будем общаться, не будем делиться опытом, будем скрывать друг от друга, то один в поле не воин, ну, травят тебя и травят. Я вот, допустим, так останавливал потравы, мы поперезванивали с хлопцами, у кого пасеки, чьи-то пчелы, допустим, здесь и не были. Не все, да, но какая-то часть приехали, мы остановили трактор, который проводил обработку. То есть, я считаю, мое личное мнение, что конкуренции в пчеловодстве нет, конкурировать нам незачем, не почему. То есть, должны включаться трезвые мозги, нужно как бы вместе работать, вместе выезжать, друг друга предупреждать. И тогда результаты нашей работы будут намного лучше, нежели мы будем, как говорят, одноосидниками, будем закрытыми, не будем ничем делиться. И будем, как бы, каждый сам по себе, ну, а как известно, один в поле не воин. Так что, оставьте свои комментарии, свое мнение по этому поводу, ваше мнение по поводу, там, пчелопакетов являются ли мы конкурентами, ваше мнение по поводу соседских пасек, вот, и прочее, прочее, ваше мнение, там, допустим, по информации, когда мы, допустим, делимся оборудованием, подсказываем своим друзьям, соседям, они нам подсказывают, подсказывают, прав ли я, может, я не прав, но я лично не вижу, допустим, какой-то нездоровой конкуренции между пчеловодами, и не вижу смысла не делиться какой-то информацией, разной информацией, и в финале, допустим, вот, как, допустим, есть проблемы, там, с закупкой меда, там, дурят пчеловодов, да, информация всплыла, и уже сразу знаем, кто, где кого дурит, ну, я в этом вижу только позитивные стороны. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!